31 марта возле памятника Дюку развернутся настоящие музыкальные баталии. Молодые одесские диджеи поборются за право выступить вместе с именитыми коллегами на первоапрельском диджей-параде. Фишка заключается в том, что это будут неизвестные имена для того, чтобы просто дать шанс молодым исполнителям открыть себя и выступить на большой сцене перед многотысячной толпой. В этот же день памятник Дюку Доришелье оживет возле оперного театра. Компанию ему составят Екатерина Великая и Александр Пушкин. С таким размахом в Южной Пальмире начнется фестиваль живых скульптур. Одесситы смогут проголосовать за понравившуюся статую и выбрать из 11 одну, самую лучшую, которой будет участвовать в открытии Юмарины. Как же выяснить, какая из скульптур лучшая? Это будут выяснять зрители. По количеству их, грубо говоря, капиталовложений, то есть сколько монеток они бросят на тарелочку перед данной скульптурой, впоследствии будет выяснено, какая же скульптура больше всего понравилась зрителям. Стоять в неподвижном положении несколько часов подряд – задача не из легких. Корреспонденты Новой Одессы решили на себе проверить, что значит быть живой скульптурой. Вот в таком образе предстанут перед одесситами живые статуи. Не обойдется праздник и без конкурса анекдотов. Соревнование юмористов пройдет в три этапа. Лучшие шутники будут награждены призами. Дмитрий Далматов, Евгений Оброславец, Новая Одесса.